МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Естественные и технические науки – сфера интересов нашего сегодняшнего гостя. Присоединяйтесь к нам. Димиденко Олег Михайлович – проректор по научной работе ГГУ имени Франциска Скорины, доктор технических наук, профессор. В 1982 году окончил ГГУ имени Франциска Скорины. В 1991-м защитил кандидатскую диссертацию на тему разработка методов и средств анализа процесса функционирования информационно-вычислительных сетей на базе ЛВС. Продолжил работу в Гомельском госуниверситете в должности ассистента, старшего преподавателя – доцента. В 1993 году избран заведующим кафедрой автоматизированных систем обработки информации физического факультета. В 2003 году защитил в Белорусском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В этом же году присвоено звание профессора. С 2007 года работает в должности проректора по научной работе университета. Является автором более 160 научных работ, в том числе учебных пособий с грифом «Министерство образования Республики Беларусь». Под его научным руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. Олег Демиденко награжден грамотами Министерства образования, нагрудным знаком «Выдатник эдукации». В 2017 году ему присвоено звание «Почетный профессор ГГУ имени Франциска Скорины». Вопросы Олегу Демиденко можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 340-043. Номер связи по Вайбер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Олег Михайлович. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сейчас короткий анонс событий наступившей недели и начнем диалог. 30 января в Гомеле состоится отчествование спортсменов, завоевавших медали на официальных международных спортивных соревнованиях, тренеров, принимавших участие в их подготовке, а также спортсменов, которым назначены стипендии Гомельского облсполкома. Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира» продолжает акцию под названием «Славим человека мирного труда». В пятницу, 31 января, лучшие представители трудовых коллективов сельского хозяйства соберутся в Будокошелевском районном Доме культуры. 31 января на базе ГГУ имени Франциска Скорины состоится 21-й открытый областной конкурс научно-технического творчества учащихся «Техноинтеллект». 1 февраля в Гомеле состоится инклюзивный зимний бал. Мероприятие организовано благотворительным фондом «Тутразом» при поддержке городского центра культуры. За событиями из жизни нашего региона следите вместе с корреспондентами телеканала «Беларусь-4 Гомель». А я хотела бы обратиться к событию совсем-совсем недавнему и поздравить вас, Олег Михайлович, с Днем Белорусской науки. Спасибо, Ольга. Желаю вам дальнейших успехов на этом поприще и всем студентам ГГУ, всем, кто выбрал науку, кто ей искренне предан и искренне заинтересован в ее дальнейшем развитии и в своем собственном. Спасибо. Олег Михайлович, ваши интересы научные достаточно широки. И можно сказать, что для вас эта деятельность сложилась очень успешно. Ваши работы увидели свет, многие сейчас используются в качестве пособий, а какие-то разработки внедрены в реальное производство. И, конечно же, это всегда очень приятно. Но какое достижение вы считаете основным в своей научной и трудовой деятельности? Ну, у каждого научного работника, конечно же, есть любимая сфера интересов, сфера научных интересов. Но я считаю, что самый главный результат работы любого научного работника – это ученики, которые воспитаны, которые прошли с тобой вместе очень интересный путь научных познаний. И как результат – это защита кандидатских, докторских диссертаций. Поэтому, очевидно, все-таки, с моей точки зрения, ученики – это тот результат, результат научного труда, который мы достигли. Конечно же, всегда руководителю приятно. Я думаю, что каждая из шести диссертаций ваших подопечных вам знакома от и до заглавия, и до последней точечки. Ну, а были, может быть, какие-то работы, в которых вы сомневались, которые были экспериментальные, которые были прорывные для своего времени, где вот не было четкой уверенности, что все получится, все будет хорошо. И поэтому есть особенная гордость за это достижение. Ну, вы знаете, наука, она, в общем-то, носит коллективный характер. Время – одиночек, которые где-то в темных подвалах изобретали философский камень, наверное, уже давно кануло в лето. Вот, поэтому у каждого научного руководителя есть свой коллектив. Это молодые ученые, молодые специалисты, которые и дают результаты. Поэтому, если говорить, то, конечно же, ученики, они очень различные. И когда мы подходим к подсчету результатов, просмотру этих результатов, то выбирается для дальнейшей защиты кандидатской диссертации тот ученик, который достиг больших результатов, который лучше проявил себя. И еще раз повторюсь, эти люди становятся достойными учеными в том коллективе, в котором они работают. Я тоже выпускница ГГУ, и мне, и, думаю, вам сейчас будет интересно услышать мнение современных студентов о качестве образовательного процесса, но причем многие говорили не только об этом. Я очень рада, что выбрала именно Гомельский университет для получения своего образования, потому что здесь качественное знание, интересная подача материала, высококвалифицированные преподаватели, которые умеют найти подход, подход каждому студенту, что особенно важно. Появляется желание учиться, хочется достигать все большего и большего. Что касается материального оснащения, то здесь есть все необходимое. У меня была мечта еще со школы стать психологом и остаться в Гомель, так как я сама Гомельская, вот поэтому я осталась в этом университете. Я сбылась моя мечта, то, что я сюда поступила. Мне безумно нравится здесь учиться, довольно высококвалифицированными преподавателями, также общественной жизнью, которую нам предоставляет университет. У меня были выездные отряды студенческие, то есть мы работали в составе БРСМ в Краснодарском крае. Также получаются научные статьи, также были опубликованы. Также вообще общественная жизнь, то есть и мисс, и первокурсник, и старший курсник, то есть все эти мероприятия, которые были очень наполнены эмоцией, и я нашла очень много друзей. Когда я приехал, но русский не очень хороший, не очень порядок, да, я много раз ходил, спрашивал вопросы, но они хорошие, это мне отвечает и помогает. Достаточно высокий уровень преподавания, при том достаточно большие возможности даются для обучения, учитывая, что наши студенты участвуют, ну и в Стайде и Белоруссии, и сам я участник Стайде и Белоруссии, и сейчас вот на Республику поеду со своим проектом. Ну, достаточно высокий уровень, у нас забирают в различные компании, с того же АСО, ну в компании программирования, расхватывают у нас людей, достаточно высокий уровень. Уровень преподавания хороший, как бы, вот я учусь на, ну собственно преподавание конкретно, да, и в плане каких-то практических моментов, да, я получаю, что надо, можно дополнительно что-то брать, да, более глубоко в тему. У нас всех учеников распределяют, то есть ты заканчиваешь этот курс и выбираешь, куда, то есть даже есть выбор, куда тебе пойти работать. Каждого ученика распределяют. Вы смотрите «Диалог» про ректор ГГУ имени Франциска Скорины, Олег Демиденко. Сегодня гость нашей студии. Присоединяйтесь к нам. Олег Михайлович, приятно, конечно, слышать хорошие отзывы и высокие оценки от ребят. Ну, а как востребованы специалисты, которых выпускает университет? Какова география их последующей трудовой деятельности? Ну, если мы говорим о периоде Советского Союза, то, конечно, это было всесоюзное распределение, и можно было уехать и к Ледовитому океану, можно было уехать на Дальний Восток, можно было остаться и в Европейской части Советского Союза. На сегодняшний день, конечно же, распределение у нас в пределах Республики Беларусь. И я хотел бы сказать, что распределение, оно достаточно плотно привязано к жилищному вопросу. Поэтому за пределы региона уезжает, как правило, не очень много выпускников нашего университета. Ну, а если говорить о той сфере, которая наиболее близка мне, то есть это сфера IT-технологий, то нужно сказать, что на сегодняшний день, например, в нашем регионе такие предприятия, как IBA, как EPAM Systems, более чем наполовину укомплектованы выпускниками нашего университета. Да и, наверное, в области, в Гомельской области, трудно будет найти более или менее крупное предприятие, на котором бы не трудились наши выпускники. Разумеется. А как оценивается научный потенциал университета сегодня? Ну, на сегодняшний день в стенах нашего университета работает порядка 600 научных и научно-педагогических сотрудников. Это 4 члена корреспондента Национальной Академии Наук, это 45 докторов наук, это около 240 кандидатов наук. И хотелось бы отметить, что это очень хороший научный потенциал. Не каждый университет может похвастаться таким уровнем педагогического состава своего университета. А что касается тех институтов, центров, научных лабораторий, которые созданы внутри университета, то чем они сейчас занимаются, какая проблематика их интересует? Ну, знаете, мы создали два научно-исследовательских института, которые входят в состав нашего университета. Это институт истории и культуры восточнославянских народов и физико-химический институт, которым уже звучала информация в нашем эфире. Кроме этого, у нас имеется Центр коллективного пользования научным оборудованием и 16 научно-исследовательских лабораторий, которые занимаются научными исследованиями абсолютно во всех сферах научных исследований, потому что наш университет является классическим университетом, ну и подтверждение тому более десятка факультетов, на которых обучаются студенты сегодня. Действительно, в каждой сфере научного знания, и вот то, что меня заинтересовало, это научно-исследовательская лаборатория олимпийских видов спорта, ГГУ. Да, вы знаете, мы создали некоторое время назад эту лабораторию, и если говорить простым языком, то те технологии, те методики, которые разработаны преподавателями этой лаборатории, они позволяют организовывать тренировочный процесс спортсмена высшей квалификации на таком уровне при использовании научного оборудования, чтобы привести спортсмена к определенной дате, когда проходят соревнования высокого уровня, на пике спортивной формы. И это очень важно, потому что именно в этот момент, в момент проведения соревнований, спортсмен может полностью показать себя, реализовать свой потенциал и достигнуть, конечно же, высоких результатов. Идя в студию, я захватил за собой небольшую перечень, а кто же у нас получал такие консультации, кто получал научно-методическую помощь и какие результаты были достигнуты. Я позволю себе рассказать. Александр Герсименя, плавание, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, победитель и многократный призер чемпионатов Европы и мира, трехкратная чемпионка и многократный призер всемирных универсиад. Алим Селимов, греко-римская борьба, двукратный чемпион мира. Все они проходили обследования и получали консультации в нашем центре. Игорь Макаров, дзюдо, чемпион игр 28-й Олимпиады, бронзовый призер чемпионата мира, победитель и многократный призер чемпионатов Европы, призер всемирной универсиады. Особенно хотелось бы отметить, что на сегодняшний день он работает в стенах нашего университета тренером. При поддержке университета и его непосредственном участии создан спортивный зал, где проходят тренировки как школьники, так и студенты нашего университета. Евгений Цуркин, плавание, победитель и многократный призер чемпионатов Европы, чемпион всемирной универсиады. Мария Мамашук, вольная борьба, серебряный призер Олимпийских игр 2016, победитель и призер чемпионатов Европы. И многие-многие другие. И на сегодняшний день эта лаборатория активно продолжает работать с такими командами, как Брестский гонбольный клуб имени Мешкова, это футбольный клуб Динамо Брест, футбольный клуб Рух Брест, национальная мужская и женская команда Республики Беларусь по гребле на байдарках и другие спортивные клубы. То есть люди, обратившиеся, получают какую-то программу, которая касается тренировок, состояния их здоровья, питания? Вначале их обследуют с использованием новейшего оборудования, после этого идет обработка результатов и выдаются рекомендации, как организовывать технологический тренировочный процесс, как нужно вести себя, какие нагрузки необходимо давать, с тем, чтобы, как я уже сказал, к важной дате высокого уровня соревнований быть на пике спортивной формы. Те имена, которые вы озвучили, они, конечно же, лучше всего говорят о том, что это работает. Интересует вот какой момент. А если будут обращаться к вам конкуренты и соперники наших спортсменов и наших команд, тогда от заказа же не откажешься. Бывало такое? Вы знаете, таких ситуаций у нас не было. Однако я хотел бы отметить, что мы работаем не только с белорусскими сборными. Ну, например, для футбольного клуба «Динамо Москва» в 2019 году были оказаны научно-методические консультации в области спорта, о которых я говорил. Но мы не считаем это чем-то из ряда вон выходящим. Нет, не считаете? Мы считаем, что это научный процесс. И, пожалуйста, гораздо хуже, если наши белорусские команды не обращаются к нам за помощью для того, чтобы мы могли максимально помочь им в этих тренировочных циклах. Вот сколько наука существует, столько... Каждое время ставить перед ней какие-то новые этические вопросы, да, они всегда есть, но вот процесс-то уже необратим, не имеет прогресс какого-то обратного движения, и научные интересы, научное знание уже вспять нельзя вернуть. Олег Михайлович, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Будут ли в новом учебном году открыты новые специальности на дневном отделении? Если да, то какие? Есть ли необходимость сегодня университета в новых специальностях? Ну, я проектор по научной работе, очевидно, вопрос... Да, но вы наверняка владеете какой-то информацией. Дело в том, что высшее учебное заведение – это не нечто статическое. Высшее учебное заведение должно оперативно в динамике реагировать на те требования, которые предъявляет ему общество. И, безусловно, за последний год у нас открыт целый ряд новых специальностей. Мы не останавливаемся на этом. И, безусловно, в этом году мы открываем новые специальности как для студентов, так и для магистрантов. Но я могу привести пример, что даже только в аспирантуре у нас порядка 50 различных специальностей на сегодняшний день, где можно получить степень кандидата наук, ну, либо доктора наук. У университета достаточно хороший информативный сайт. Я думаю, что там эта информация будет обязательно представлена. Хотел бы узнать мнение Олега Михайловича. Сегодня высокие технологии развиваются так быстро, что пока студент 5 лет учится, он уже на 5 лет отстал от реального положения вещей. Научные программы так быстро не поменяешь. И еще один вопрос. Реально ли устроиться на работу в IT и совмещать это с учебой? Ну, давайте начнем, наверное, со второго вопроса. Да, на сегодняшний день, согласно законодательной базе, которая работает у нас, можно осуществлять обучение и одновременно работать в организации. Это касается как студентов, так и магистрантов, так и аспирантов. Это ответ на первый вопрос. То есть ничего несовместимого нет. Ну, а если говорить о первом вопросе, то... Вы его разделяете, такое мнение, или нет? Что уже через 5 лет выпустился, уже на 5 лет отстал? Вы понимаете, вы задали вопрос, который даже меня немножко поставил в тупик. Но я отвечу на него. Вы знаете, когда я начинал заниматься вычислительной техникой, то мы проводили занятия на старых машинах. Это были машины типа ЕС-1020, 1022, которые занимали вот примерно несколько таких помещений, как эта студия. Вот. И тогда требования учебного процесса были таковы. Необходимо было знать про это все. На сегодняшний день каждое из направлений средств учительной техники, будь то программное обеспечение, системное программное обеспечение, интернет-технологии, непосредственно комплектующие, из которых создается компьютер, архитектура в учительной технике, они имеют такие объемы, что ни один человек не может обладать таким информационным ресурсом. Поэтому я всегда отвечаю на этот вопрос примерно следующим образом. В университете даются навыки получения знаний. Поэтому, получив основу этих знаний, наш выпускник, придя на любое рабочее место, в любую организацию, в самые кратчайшие сроки может пройти адаптацию, изучить тот вопрос, который необходим, которым он будет заниматься, и достойно работать. Ну, сегодня ситуация в вашей сфере научного знания действительно такова, как, знаете, в старой студенческой шутке о профессоре, который говорил, что он опять знает только Господь Бог, на четыре я, а вы, в лучшем случае, на троечку. Вы строгий преподаватель? Ну, наверное, лучше спросить у студентов. Но, во всяком случае, стараюсь делать так, чтобы студенты получали удовольствие от процесса знаний, от процесса получения знаний. Если это им приятно, если это доставляет удовольствие, то роль преподавателя сводится только лишь к тому, чтобы заинтересовать их и преподнести свой материал так, чтобы это было интересно аудитории. Ну, а это уже уровень профессионализма. Спасибо, Олег Михайлович. Давайте продолжим. Сейчас поговорим о людях, которых не нужно излишне мотивировать, которые способны это делать сами, о людях, которые занимаются наукой. Активная научная деятельность – это, конечно же, способ повышения рейтинга университета и внутри страны, и за рубежом. Какие сегодня позиции у ГГУ? Вы знаете, в последнее время стало не то чтобы модным, а интересным таким моментом – это участие в международных рейтингах. Что дают эти рейтинги? Эти рейтинги позволяют как бы показать место того или иного университета в мировом сообществе. На сегодняшний день в мире существует порядка 30 тысяч высших учебных заведений, которые носят статус университета. И мне сегодня очень приятно было бы отметить, что в одном из ведущих научных рейтингов Webometrics наш университет входит в 4 тысячи лучших университетов мира. Ну и могу добавить еще, что в этом рейтинге участвуют всего лишь 5 университетов Республики Беларусь, учитывая то, что в Республике Беларусь 42 государственных высших учебных заведения и порядка десятка частных университетов. Вот на таком уровне мы оказались сегодня. Но кроме этого мы не останавливаемся на достигнутом. Мы хотели бы участвовать в международном рейтинге QS. Для этого мы подготовили всю необходимую документацию, передали в администрацию этого рейтинга. И в ближайшее время ожидаем результатов. Сложно участвовать в этих рейтингах. Я объясню почему. Там участвуют в конкурсе абсолютные показатели. То есть, например, количество статей в международных журналах, количество остепененных преподавателей и так далее. Это не относительные цифры, а абсолютные. Поэтому университету не очень крупному, с не очень большим составом студентов и преподавателей, конечно, трудно участвовать. Но результаты, которых мы достигли, говорят сами за себя. А внутри университета, конечно же, гласно ли или не гласно, но кафедры, факультеты тоже между собой соревнуются. Вот если оценивать научный потенциал, то какая школа самая сильная? Ну, вы знаете, школы не соревнуются, потому что университет, он очень многоплановый, разнопрофильный. И, конечно же, трудно сравнивать работу, например, кафедры на филологическом факультете с кафедрой на математическом факультете. Специфика очень велика. Однако мы нашли те критерии, которые позволяют сравнивать работу и различных кафедр, и различных факультетов. Ежегодно в декабре месяце мы подводим итоги рейтинга по научной работе. И я хотел бы сказать, что рейтинг, который культивируется у нас, он носит характер, ну, как бы стимулирующий. То есть мы не просто подводим итоги, кто что сделал за год, а мы говорим о том, что мы даем баллы в этом рейтинге для того, чтобы стимулировать определенную активность кафедр на следующий год. Ну, например, на следующий год, вернее, не на следующий, а уже на нынешний год, 2020, мы особенно критично относимся к таким показателям, как публикации наших преподавателей в журналах с импакт-фактором. Что значит критично? Это значит, что этот показатель позволяет нашему университету входить в более университеты, которые более высокого уровня. То есть они должны там публиковаться? Они должны публиковаться, и это позволяет нашему университету участвовать в международных рейтингах. Это наше признание, это признание наших заслуг, нашего научного уровня и образовательного уровня. Мы нашли эту шкалу. Основные показатели, которые используются, это участие в выполнении научной тематики, это привлечение студентов для выполнения научных исследований, это защиты кандидатских и докторских диссертаций, это публикационная активность, издание монографии, публикация статей, участие в научных конференциях и так далее. И если говорить про 2019 год, да, в этом году тоже была очень интересная соревновательная такая ситуация. И да, мы нашли лучших тех, кто впереди. Ну, на сегодняшний день впереди в нашем университете факультет физики и информационных технологий, на втором месте факультет психологии и педагогики, на третьем экономический факультет. Но опять-таки места, они каждый год могут меняться, поэтому у каждого коллектива есть возможность достигнуть лучших результатов в нынешнем году и занять более высокое место. То есть это, конечно, оценка, да, это приятная оценка для коллектива, но это не значит, что в следующем году ситуация будет такой, она переменчивая, она динамичная, да? Конечно, все будет меняться в динамике в зависимости от тех результатов, которые достигнет факультет, соответственно, каждая кафедра на факультете, и ежегодно мы делаем рейтинг и по каждому преподавателю внутри кафедры, для того, чтобы заведующий кафедрой видел, так кто же занимается наукой, научными исследованиями, ну а кто, мягко говоря, не очень увлечен этим интересным занятием. А вообще какие направления научных исследований сегодня в университете оценены как наиболее перспективные? Ну, знаете, здесь нужно рассматривать, наверное, этот вопрос с двух сторон. С одной стороны, это те направления, которые являются наиболее важными для Республики Беларусь, это приоритетные направления, их перечень имеется, конечно же. Но с другой стороны, это личные научные интересы каждого преподавателя, каждого сотрудника. И вот именно на пересечении этих интересов и выполняются научные работы. Конечно же, мы стараемся стимулировать, чтобы именно по основным направлениям развития науки и техники нашей Республики Беларусь работали и наши преподаватели. Да, на сегодняшний день университет проводит фундаментальные прикладные исследования по 14 основным направлениям, которые утверждены Министерством образования Республики Беларусь. Но я могу перечислить эти направления. Это, например, физические и химические методы и технологии получения новых материалов, наноматериалы и нанотехнологии, оптика и акустика кристаллов, фотоника, квантовая электроника, лазерная физика, информационные технологии. Это моделирование интеллектуальных процессов, мониторинг гидрогеологического и геоэкологического состояния территории Республики Беларусь, биологическое разнообразие, экологическая безопасность, основы популяционной и эволюционной генетики, действия факторов современных экосистем и образа жизни на физиологический статус и здоровье человека. То есть каждый факультет имеет, конечно же, свое направление, и тот перечень, который я назвал, он очень и очень скромный, все гораздо-гораздо шире. Да, но то, что прозвучало, это все естественные науки. Кроме этого, мы говорим о том, что направление развития науки, которое важны для народного комплекса Республики Беларусь, народно-хозяйственного комплекса. То, что у вас требовано, а это, конечно же, да, не гуманитарные. Олег Михайлович, давайте небольшую паузу сейчас сделаем, посмотрим сюжет, после вернемся к обсуждению этой темы. Во времена Советского Союза весь четвертый этаж главного корпуса, тогда еще Гомельского государственного института, занимали различные лаборатории. Учитывая, что здесь выполнялись в том числе и заказы для военно-промышленного комплекса, доступ на этаж был ограничен. Нынешняя лаборатория физики волновых процессов в стороне от этих работ не оставалась. Правда, сегодня сказать точно, чем занимались ее сотрудники, уже невозможно. Гораздо больше известно о сегодняшнем дне. Несколько лет назад в газетах появились статьи о презентации материала, способного сделать самолет невидимым для радаров. Последние разработки более мирные и направлены, в первую очередь, на защиту человека. Разработки используются и будут использованы, во-первых, для защиты человека и других биологических объектов от возможных вредных излучений СВЧ-диапазона. Также разработки используются для так называемых терагерцовых волн, которые сейчас широко применяются в устройствах безопасности, в местах массового скопления людей, в метро, на транспорте, в аэропортах. Там везде нужны поглотители, и над этим мы работаем. Кстати, часть проектов лаборатории физики волновых процессов выполняется в рамках международных договоров, в первую очередь с российскими и китайскими учеными. Активно сотрудничают с китайскими партнерами и ученой, созданного при Университете Научно-исследовательского физико-химического института. Его возглавляет член-корреспондент Национальной академии наук Александр Рогачев. 17 января он принял участие в научном собрании, которое провел премьер-министр КНР Ли Кэ Тян. Около ста экспертов из Европы, Америки, Австралии в областях науки и технологии, которые работают с китайскими научными организациями и предприятиями, обсудили вопросы международного сотрудничества. У них есть целый ряд приоритетных направлений, в которых мы можем принять активное участие. Ну, во-первых, у нас есть достижения в области, например, физики, конденсированного состояния. Мы, вот, в нашей лаборатории, мы можем получать покрытие практически любой природы. Покрытие на основе оксидов, чистых металлов, полимеров, сложных соединений. Вот такие покрытия, функциональные покрытия, покрытия адаптированные на решение каких-то конкретных задач, это, пожалуй, сейчас самое актуальное направление. И вот мы находим понимание в лице многих китайских университетов, китайских предприятий, которых интересуют именно эти вопросы. Немногим более недели назад в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины открыли приуроченную ко дню белорусской науки выставку «Достижения». Первоначально планировалось, что она будет работать несколько дней, но в связи с большим количеством желающих ознакомиться с экспозицией, этот период решили продлить. Здесь действительно есть на что посмотреть. По большому счету, эту выставку можно считать своеобразным отчетом ученых университета. Так же, впрочем, как и их публикации в научных журналах, в том числе международных. В ежегодном университете издаются порядка 2000 статей. В 2019 году около 70 статей – это статьи с высоким фактором из баз «Скопус Веб оф Сайенс». Эти базы влияют на положение университетов в таких рейтингах, как «Вебометрикс», «Кюэс». В «Вебометриксе» мы на данный момент находимся на пятом месте в Республике Беларусь и входим в 4000 лучших по всему миру из 28000 университетов. Одни из самых публикуемых в нашем университете – это математики. На них приходится порядка где-то 50% всех публикаций. В нашем университете работает один из самых цитируемых ученых-математиков – это Скиба Александр Николаевич. Достаточно высокие показатели цитирования у физиков. Это лаборатория Александра Владимировича Рогачева, член-корреспондента, Сергея Анатольевича Хохомова, нашего ректора, и наших член-коров – это Сердюков, это Гончаренко, Богинский. Проректор по научной работе ГГУ имени Франциска Скорины, доктор технических наук, профессор Олег Демиденко, сегодня гость эфира программы «Диалог». Олег Михайлович, а кто выступает заказчиком тех исследований и разработок, которые производятся в университете? Ну, львиная доля, или, скажем так, половина тех заказов на научные исследования, которые мы проводим, это Министерство образования Республики Беларусь, которое очень тонко чувствует ситуацию, какие направления востребованы, и что необходимо делать. С другой стороны, это Академия наук, которая тоже оказывает поддержку и направляет научные исследования. Но кроме этого, я хотел бы сказать, что на сегодняшний день наш университет примерно половину финансирования получает от предприятий и организаций, в том числе и зарубежных, которым интересны наши научные разработки абсолютно во всех сферах. Приведите пример, пожалуйста, такого сотрудничества. Ну, вот последние годы у нас очень укрепилось сотрудничество с одной из корейских компаний, LG Electronics. Несколько лет подряд мы выполняем для них научные исследования определенные, и будем надеяться, что эти исследования будут продолжаться, то есть мы будем востребованы на этом рынке. Кроме этого, с Китайской Народной Республики проявлен последние годы интерес к вакуумному оборудованию. Мы производим это оборудование и поставляем в Китай не просто как прибор, мы оказываем комплекс услуг, то есть мы изготавливаем, поставляем оборудование. За время изготовления этого оборудования мы подготавливаем специалистов, китайских специалистов на базе нашего университета, для того, чтобы они могли работать на этом оборудовании, и после поставки осуществляем пусконаладочные работы и техническое сопровождение, плюс консультации для работников. Вот все это в комплексе позволяет нам очень хорошо работать с зарубежными компаниями, которые проявляют интерес к нашим разработкам. А можете ли еще привести пример успешных разработок ваших ученых, которые были внедрены потом в жизнь в различных направлениях, потому что наверняка ведь и для медицины, физики и оптики тоже работали. Да, вы знаете, мы постоянно, тем не менее, говоря о разновекторности научных исследований, постоянно возвращаемся к естественным наукам, в основном это физики, это программисты и так далее. Ну да, такие примеры можно привести. Например, на сегодняшний день лаборатории с лазерным оборудованием позволяют нам выполнять контракты для предприятий как Гомельской области, так и Республики Беларусь, например, по гравировке специнструмента. Мы выполняем заказы, например, вот конкретный пример можно привести, для 558-го авиаремонтного завода в Барановичах по восстановлению деталей самолетов. Никого не секрет, что детали для авиационной техники стоят очень дорого и приобретение их очень сложно, а вот восстанавливать детали методом лазерной наплавки нам вполне по силам, и мы ежегодно выполняем ряд таких контрактов. Кроме этого, в стенах нашего университета уже долгие годы работает опытное производство по производству шлифовального инструмента, малогабаритного, и я хочу сказать, что мы практически остались монополистами на белорусском рынке. Это тоже ваше детище, да? Это тоже наше детище, и поставки мы осуществляем по всем крупным предприятиям Республики Беларусь, ну, например, это Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, это Гомсельмаш наш, и практически все крупные предприятия Республики Беларусь. Так, если языком цифр, то сколько денег удается привлечь вот благодаря такой деятельности в университет и в науку? Вы знаете, год на год не приходится, конечно же, но мы постоянно работаем по привлечению средств для выполнения научных исследований на платной основе. Эта сумма где-то порядка от полумиллиона до миллиона долларов. В 2019 году мы выполнили объем работ, ну, опять-таки, назовем в долларовом эквиваленте, порядка 700 тысяч долларов США. Однако не будем забывать, что мы не являемся профессионалами в научной сфере с той точки зрения, что это не основная работа. Это преподаватели, которые работают в университете, в свободное время занимаются этой наукой. Да, а основная – это все-таки образовательный, учебный процесс. Да, конечно же. Ну, и в продолжение темы международных связей, наука сейчас интернациональна. С кем сотрудничает университет и почему это сотрудничество выгодно? Вы знаете, научное сотрудничество нельзя отделять от образовательного процесса. Поэтому, работая с различными организациями за рубежом, мы говорим о том, что мы работаем и с университетами. И, кстати, университеты тоже зачастую высказывают очень большой интерес по приобретению того оборудования, которое мы изготавливаем, по привлечению тех технологий, которыми мы владеем и так далее. Поэтому, ну, примеры. Мы очень плотно работаем с Китайской Народной Республикой. Мы проводим конференции международного уровня и очень плотно работаем с японскими университетами, например, университет Хамаматсу. А удается выезжать на стажировки? Вы знаете, ежегодно сотни человекопоездок, если их так можно назвать, осуществляются за пределы Республики Беларусь. Абсолютно во все страны, как Европа, так Азия, Ближний и Дальний Восток, страны Африки и так далее. Все это вызывает очень большой интерес у наших преподавателей. Находим финансирование и в том числе за счет спонсоров. Ну и ближние страны, конечно же, тоже. Это Россия, наверное, да? Это Россия, это Украина, это Казахстан. Наши постоянные партнеры. Но кроме этого, в последнее время очень усилились взаимоотношения и дружба, например, с Туркменистаном. Очень много студентов оттуда приезжает. Очень много студентов. Поэтому, наверное, и имидж Гомеля в этой стране такой позитивный. И, конечно же, да, это сотрудничество будет развиваться. Олег Михайлович, спасибо огромное за диалог. Хочу пожелать успехов всем, кто планирует защищаться. В этом году пусть год будет удачным, особенным. Спасибо, Ольга. Проректор по научной работе ГГУ имени Франциска Скорены, доктор технических наук, профессор Олег Демиденко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова